Ассирийская Церковь Востока – одна из самых древних христианских конфессий. Годы гонений верующих в период Первой мировой войны. И роковые события в 2014 году сказались на обособленности христологии ассирийцев. Но на диалог с Русской Православной Церковью сегодня Ассирийская Церковь Востока идет охотно. Ведь у нас много общего. Как и в Православии, в Церкви Востока есть крещение младенцев, крестное знамение, соблюдение постов, почитание креста и святых. К тому же, как выяснилось во время визита участников Пятого заседания комиссии, по диалогу между двумя христианскими традициями мы стремимся к общим целям. Вот этот диалог между церквями, Древней Церковью Ассирийской Церкви Востока, благословлен Святейшим Патриархом Московским Евсея Руси Кириллом. У нас общие цели восстановления и сохранения духовно-нравственных ценностей, как в молодежной среде, так и вообще в нашей, в целом нашей жизни. 17 июня представителям Ассирийской Церкви Востока показали процесс становления Саранской духовной семинарии. Она была создана решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 2017-м. Сегодня здесь обучается свыше 150 студентов. В духовной семинарии проходят курсы теологии, повышают свою квалификацию священнослужители и обучаются основам иконописи. По окончании учебы в семинарии перед ее выпускниками открыты двери в любой из 400 республиканских приходов. Метрополит Саранский и Мордовский Зиновий выступил с предложением «Мы готовы принять к себе абитуриентов Ассирийской Церкви Востока». Гости восприняли это с радостью и обещали подумать. Стороны подчеркнули, ситуация в стране и мире подтверждает большое значение духовно-нравственного образования и воспитания молодого поколения. В настоящее время мы уже достигли такого уровня, что мы видим добрые плоды этого нашего диалога. И мы константируем совпадение позиций по многим жизненно важным вопросам, которые отражаются в деятельности нашей комиссии. У нас общие позиции между двумя сестринскими церквями. Встреча завершилась научно-практической конференцией. Участники обсудили вопросы современной теологии. Ирина Суконкина, Народные новости.